Итак, друзья мои, сессия ожидания и реальность. Мы очень много сегодня слышали о том, что DLP-системы нужны, какие они бывают. Но даже в самом начале пленарного заседания мы увидели маленькую а-ля тусовку о том, кто хотел о чем сказать на пленарном заседании. Это уже говорит о том, что некое планирование и ожидание от самого форума у организаторов и участников немножко отличались. Что уж говорить о том, что мы ожидаем, мы это как со стороны заказчика, я вот сейчас, наверное, больше представляю собой заказчика DLP-систем, ожидаем от их внедрения и что реально получается. Вот мы тут пытались с коллегами немножко пообсуждать эту тематику и самое главное слово, которое звучало чаще всего и с наибольшими эмоциональными оттенками, это было разочарование. Да, так ли это? У нас сегодня среди участников Степан Дешевых, это руководитель отдела развития продуктов InfoWatch, это одна из старейших компаний, которая занимается этой проблематикой. Эдуард Ковальский, который сегодня работает в команде заказчиков, менеджер по инициативам информационной безопасности компаниям Video Eldorado. Максим Новицкий, представитель другой компании, старейшей на рынке DLP-систем, руководитель отдела компании Ростелеком Солар. Анна Попова, руководитель блока DLP-компании InfoSecurity, группы Softline. И Сергей Рысин, главный специалист по технической защите информации HeadHunter. Коллеги, вы все так или иначе встречаетесь с проблемами утечки информации. Мы все встречаемся, и компании, которые разрабатывают средства, тоже встречаются с проблемами утечки информации, они как-то с ними борются. Те, кто пытаются решить свои проблемы. Давайте попробуем ответить на пока первый вопрос. А как вообще формируются ожидания заказчиков? Откуда берутся вообще хотелки по внедрению таких систем? Это действительно проблема? Это действительно необходимость? Или это просто дань времени? Ну вот я бы начал с Эдуарда, который бы попытался сформулировать. Зачем вообще нужны DLP-решения? Вообще нужны ли они? А если нужны, то что вы ожидали от их внедрения до того, как внедрили? Ожидания здесь простые. Бизнес всегда хочет защитить информацию, и отсюда формируется требование к внедрению систем по защите этой информации. Что же сюда входит? Это различные родмапы каких-либо проектов по продажам, по внедрению IT-информации. То же самое, коды разрабатываемых приложений. Естественно, есть специализируемые ПО, все мы называемые это DLP. Остается только выбрать среди вендора и то, что, в принципе, необходимо. Например, в нашей компании нет необходимости контролировать сотрудников. Мы всем доверяем, всех их любим, мы все большая команда. Поэтому профилирование тех же самых пользователей мы не ведем. Всего лишь пытаемся контролировать периметр от случайных, скорее всего, утечек возможных. Из этого следует, что специализированные системы DLP вам просто не нужны? Почему? Ну, если контроль периметра, ну, там утечки через периметр, ну, поставьте, я не знаю, там, какой-нибудь контроль почты, интернета и на этом успокойтесь. Ну, смотрите, при помощи DLP мы различные каналы пытаемся закрывать, в том числе модные мессенджеры, которые везде сейчас присутствуют в нашей жизни. И в нашей компании мы используем всевозможные каналы общения. Для компании, повторюсь, важно это заработать деньги. Поэтому нам приходится контролировать обширный пункт. То есть у вас был какой-то кейс, да, в результате которого вы приняли решение внедрять DLP-решение? Или вы просто там подумали, что вот все внедряют, это как бы must-have, да, в системах безопасности вы оценили свои риски и решили внедрять? Нет, 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 здесь все от обратного. Да, были кейсы. И, наверное, скажу так, мы как информационная безопасность в компании MVD Eldorado, мы как стартап, который все время продаем себя и все идеи, которые мы внедряем, мы продаем бизнесу и показываем то, что по итогу мы получим от этой системы. И отсюда родилась идея внедрить именно DLP, потому что, да, происходили утечки, которые существенно влияли на доход компании. То есть вы сначала увидели утечки, да, посчитали потенциальный ущерб, да, и потом приняли решение? Все верно. Сергей, ну вот сразу вот такой вопрос. А у вас с чего все началось? Ну, все зависит от того, какие задачи мы решаем, и основной паттерн, который ставится для ожиданий системы, ну, от ожиданий внедрения таких систем, это поведенческий анализ за пользователем. На текущий момент все системы в рамках анализа поведенческого за пользователями находятся в зачаточном состоянии. Вот. И достаточно многие компании говорят, что технологии уже отлажены, но лидерами рынка скоро станут те, кто реализует этот механизм в полной мере. Это вот мое мнение о том, какие ожидания у бизнеса. То есть с самого начала ожидания были черт с ними с утечками, да, давайте займемся своими сотрудниками. Ну, тут вопрос не займемся своими сотрудниками, а займемся анализом предпосылок к нарушению. Чтобы это делал не человек, это анализ. То есть анализ рисков такой предварительно проводили? М? Анализ рисков проводили. Да. А вот всегда с анализом рисков всегда возникает вопрос, а как вы пытались оценить ущерб от утечки данных? Тут скорее не анализ ущерба, да, а анализ предпосылок того, что человек хочет это сделать. То есть вы потенциальный ущерб даже не рассматривали, и поэтому стоимость системы вас не волновала? Стоимость системы – это отдельная задача. Вопрос того, какие задачи мы решаем и какие цели ставит бизнес в рамках обеспечения информационных безопасностей. Вот, коллеги, смотрите, мы уже увидели две точки зрения, да, одна говорит о том, что для внедрения DLP-системы очень важно ставить задачу по внедрению контроля за сотрудниками, да, знать кто, что, чем дышит. Вот, вторая задача связана с тем, что все-таки там надо контролировать периметр, да, нужно контролировать ту информацию, которая отнесена к категории защиты. А теперь я попробую вот с этих двух точек зрения задать вопрос Максиму. Максим, к вам обращались заказчики с просьбой сформулировать задачи, которые должна решать DLP-система? И да, и нет. К нам заказчики обращались с вопросом, как нам обосновать перед руководством приобретение DLP-системы, либо ее модернизацию, добавление к ней нового функционала, каким образом выразить в деньгах и в конкретных каких-то величинах то ценность, которую мы получим от внедрения нового функционала. И эта задача, ну, она как бы для нас, она с одной стороны понятна, но нам нужен ответ от бизнеса заказчика. То есть, какой бизнес заказчик защищает и сколько стоит утечка этих самых объектов информации. Ну, то есть, за заказчика вы все равно точно не могли сформулировать, чего он хочет? Да, потому что понимание бизнеса – это ключ и основа применения DLP. Степан, а что ты скажешь по этому поводу? С точки зрения InfoWatch, нам кажется, при подготовке требований и ожиданий к системе, самое важное заказчику – это заглянуть в себя. В этом смысле я согласен с Сергеем, с Эдуардом, которые говорят, что мы толкаемся от задач бизнеса. Потому что до сих пор слишком часто мы получаем на вход запрос в виде огромной таблицы, где нужно расставить галочки, где мы какую-то функциональность имеем, а где-то не имеем. Мне кажется, это один из самых затратных способов выбрать решение, в том числе и для заказчика. Во-первых, надо очень долго копаться и изучать решения конкурентов. Во-вторых, вы на выходе можете получить вот то самое разочарование, с которого вы, Василий, начали. Потому что вот в этих галочках ваши бизнес-задачи не проступают. Что вы на самом деле хотите, не очень понятно. Ань, вот тогда такой вопрос. Вот сейчас прозвучали слова, что вот эта табличка с крыжиками, ну она совершенно не отражает на самом деле того, что надо внедрять. Вот вы внедряете не решение, вы выбираете решение, помогаете клиентам выбрать разные решения. А как вы, во-первых, объясняете клиенту, что ему действительно нужна система, да, и как вообще выбрать между двумя очень похожими системами, да, и как помочь клиенту, заказчику в выборе этой системы? Да, очень хороший вопрос. Всем добрый день. Действительно, подходов несколько, вернее, предпосылок и причин, почему заказчик вообще смотрит в сторону ДЛП-системы и ее приобретения. Первое, и, наверное, в России это наиболее часто, как мне кажется, встречающаяся вещь, когда уже произошел инцидент. Инцидент, связанный с тем, что компания понесла финансовый ущерб именно из-за того, что из компании произошла утечка. То есть есть четкая совершенно какая-то причинно-следственная связь. Второе, в компании, обычно это бывает в крупных больших холдингах, происходят, допустим, какие-то слияния поглощений интеграции, когда объединяются несколько компаний. И топ-менеджмент или бенефициары, да, они сразу понимают, что из компаний вот есть набор определенной стратегической критичной информации, которая точно не должна утечь. И бизнес, топ-менеджмент идет в данном случае как заказчик. Он приходит к своей безопасности и говорит, безопасность, вот мы должны решить с тобой такую-то, такую-то задачу, он ставит перед ней такую задачу, и либо экономическая, либо информационная это решает. Есть третья категория, она как раз самая сложная, и Степан о ней начал правильно говорить. Когда система просто популярна, да, мы все понимаем, что информационная безопасность, она складывается из каких-то кирпичиков, которые называются системой eBay. DLP воспринимается как одна из них. Вот у меня есть CM, у меня есть DAM-система, у меня еще есть какая-то антивирус, да, самая первая. Мне нужна тоже DLP-система. И заказчик приходит и к нам, как к сервису, как к интегратору, или к вендору именно с такой мыслью. Эта мысль уже неправильная. Из-за этого формируются вот эти вот не очень, скажем, понятные заказчику опросники, которые ему показывает вендор или интегратор, заполнение этих галочек и так далее. Правильно и очень важно, действительно, о чем уже сказали коллеги, отталкиваться от задач. В таком случае мы сразу, мы когда понимаем, что заказчик говорит именно в этом контексте, мы его возвращаем обратно и говорим, так, подождите, пожалуйста, какую задачу мы решаем. Мы, когда заказчик, ну, очень часто такое бывает, немножко начинает теряться, мы рассказываем о том, а что в принципе нужно защищать. Вот вы в такой-то отрасли, у вас такая-то компания. В принципе, какие у вас есть угрозы, какие внутренние угрозы у вас могут быть, какую информацию по нашему опыту экспертному вы в принципе должны защищать. Заказчик говорит, да, действительно, это правда. Я вот сейчас на этом месте прерву и сразу Сергею такой шар перебрасываю. Сергей, скажи, пожалуйста, а что для вас вообще понятие защищать информацию с точки зрения DLP? Вот мы говорим, защищать, защищать. Вот у меня на самом деле нет уверенности в том, что DLP именно защищают информацию. DLP – это инструмент, в первую очередь. И, как правильно Анна сказала, для того, чтобы правильно пользоваться инструментом, ему нужно ставить правильные задачи. В связи с этим для каждого бизнеса защита информации, она своя. Для кого-то, как, например, InfoWatch, он защищает от утечек исходного кода, который они разрабатывают, для того, чтобы грамотно работать в информационных системах. Для кого-то важен контроль за пользователями и поведенческий анализ. Для кого-то свои задачи. И тут надо четко тоже понимать, каждый бизнес, даже внутри какой-то компании, для каждого подразделения ставятся свои задачи в рамках использования инструмента. Но все-таки с точки зрения DLP-системы, да, она что-то должна делать с той информацией, которая вот откуда-то из точки А переходит в точку Б, и мы должны проконтролировать. А, законность, Б, там то, что нет какого-то криминального содержания, да, а вот что такое защита? Мы не даем уйти из-за периметра, мы там бьем по хвостам, но ведь инцидент все равно уже произошел. Ну, смотрите, в любой компании есть периметры даже внутри. И переход из одного периметра в другой уже является утечкой информации. Потому что эти подразделения являются фактически дополняющими друг друга. И в каждом есть информация, которую они создают, и она является конфиденциальной. Вот защита от утечки информации даже внутри, она существует, и ее необходимо правильно настраивать. И самое опасное, когда лезут в DLP работать руками. Системы должны работать полностью в автоматическом режиме. Вот сейчас Степан так головой кивает, кивает. Очень простой вопрос. А что, система DLP может работать сама по себе? Вот в автоматическом режиме? То есть человек не подходит к ней? Система в таком режиме работать, безусловно, может. Но есть с этим некие проблемы. Заключаются они в том, что если вы в систему оставите бирс присмотра, скорее всего, к вам через некоторое время прибежит бизнес и будет на что-то жаловаться. Либо протекло, либо вы там, где не нужно, ограничили. Слишком сильно зажали. Почему так происходит? Дело в том, что организация – это такой живой организм, и он постоянно изменяет свои бизнес-процессы, методики работы. И система DLP, современная, должна уметь достаточно быстро под это адаптироваться. Пока нет, не созданы людьми технологии, которые бы сделали этот процесс полностью автоматическим. Вот скажем так. Поэтому приглядывать за системой все-таки надо. Ну, тогда сразу Сергей, вот видишь, тут говорят, что вот… Ну, как я в самом начале говорил, да, на текущий момент поведенческий анализ у всех DLP-систем, представленных на российском рынке, сейчас в зачаточном состоянии. У всех есть задел на это, но весь рынок ждет, когда кто-то из них сделает вот этот рывок и сделает нормальное и машинное обучение, и сделает так называемый искусственный интеллект. Вот смотри, Максим, так шар сразу так сбрасываю. Мы сейчас поговорили о том, что система, в том числе искусственный интеллект, должна использоваться. Я, насколько понимаю, вы работаете в этом направлении. Но вот из того, что говорил Степан, следует вывод, что система стоит в разрыв. Много ли у вас заказчиков, у которых система стоит в разрыв? Достаточно много. И, в принципе, тенденция есть на увеличение количества. В том числе рассматривают и переходят к такому способу использования многие заказчики. Часто банки. Потому что для банков это важно. Немножечко вот раскрою тему, почему, скажем так, вот сложно с тем пониманием, почему DLP не является, наверное, DLP. И от этого можно будет легко объяснить, почему не все могут работать именно в режиме prevention. У нас в большинстве случаев все-таки DLP-система шире рассматривается, как, наверное, система контроля коммуникации и движения потоков информации. То есть она не является именно системой предупреждения и обнаружения утечек, а скорее мониторинга потоков информации, их анализа и принятия каких-то управленческих решений на основании этого. Поэтому в организациях, где можно четко формализовать периметры, то есть Сергей правильно сказал, что периметров много, они взаимно проникают, пересекаются и так далее, если они формализуемы, и если формализуема та информация, которую можно и нужно защищать, например, есть четко сформулированная политика информационной безопасности с четко перечисленными, охарактеризованными объектами защиты, тогда система может работать в почти автономном режиме, и политики меняются по мере изменения общей политики информационной безопасности. Но на практике получается по-другому. Перед безопасниками поставлены более абстрактные и широкие задачи, и они вынуждены широко смотреть на возможности DLP, работать часто в режиме, скажем, свободного поиска и исследования той среды, в которой они работают. Окей, вот на этой торжественной ноте поставим паузу. Да, то есть получается, что на самом деле, несмотря на то, что заказчик как бы формирует задачу, что он хочет получить от DLP, в результате он, что называется, серфит то, что это может система, и пытается там потом из нее выводить какой-то профит. Сергей, а у вас документы по информационной безопасности есть? Конечно, есть. Понятно. Насколько они вообще объемны? Как в любом бизнесе, они идут от требований бизнеса, а не от требований регуляторов. То есть это можно посмотреть в различных госкомпаниях, где любая политика информационной безопасности будет многотомной. А в бизнесе она именно выполняет задачи бизнеса. Игорь, а у вас? Да, и мы ее пишем для того, чтобы ей пользоваться. То есть у вас это рабочий инструмент, который определяется не тем, что вот есть требования нормативных каких-то документов, я не знаю, там международных стандартов по менеджменту информационной безопасности. Вы пишете то, что вам нужно. Да, то, с чем мы работаем. И, наверное, одна из целей написания этих документов, когда будет смена команды, чтобы следующая команда не делала все с нуля и не разбиралась, как все это работает и для чего это работает. Там задокументированы, описаны все шаги, для чего выполнялось, как выполнялось. И для того, чтобы бизнес понимал тоже и не каждый раз не дергал команду. Окей, то есть у вас это нормативно поддержано, вы этим пользуетесь, и это документы не ради того, чтобы они были, а ради того, чтобы ими пользоваться и получать результат. Ань, а как часто клиенты обращаются, заказчики обращаются к вам с просьбой описать им, создать, сформировать бизнес-процесс и под него уже подобрать инструмент, а не наоборот, вот давайте внедрим, а потом, значит, к нему какую-то нормативку, которую мы сделаем из документации по этой системе. Последние, я бы сказала, года два достаточно частые. И это, могу сказать, активный очень сегмент среднего бизнеса, на который, в принципе, раньше даже производители DLP-систем не очень рассчитывали, потому что все ориентировались на то, что такая система в целом и по бюджету, и по задачам нужна только интерпрайсу, то есть крупным заказчикам. И системы, собственно говоря, под них и в России в том числе создавались. Последние годы средний сегмент, и прошлый год это показал, что средний сегмент, который, скажем, производит, допустим, какую-то продукцию, необходимую для нашей жизни, его даже кризис особенно, так скажем, не коснулся. Наоборот, эти компании вышли в прибыль. Они вышли в прибыль, у них стали появляться бюджеты. И эти компании, скажем, уже тоже выходят на какой-то определенный уровень зрелости IT, зрелости ИБ, хотя зачастую в них даже нет подразделений ИБ вообще, в принципе, там все ограничивается IT. Но они задают правильные вопросы, они готовы обсуждать, контактировать комплексные проекты, проекты внедрения, проекты, содержащие консалтинговую часть, это именно подготовка сопроводительной документации, которая потом позволит работать с этими данными. Так что для нас сейчас мы видим эту тенденцию, что, по сути, рынок, благодаря этому, сфера интересов, так скажем, она очень сильно расширяется в последнее время. Вот смотрите, мы плавно перешли от вопроса, собственно, систем DLP, к тому, чтобы в организациях был достигнут определенный уровень зрелости, ну, там, IT или вообще уровень зрелости процессов организации, управленческих процессов, и уже под эти сформированные процессы, которые определяются той документацией по информационной безопасности, которая разрабатывается для жизни, соответственно, внедряются решения. Коллеги, разработчики, что вы думаете на тему, ну, вот Степан, наверное, поскольку ты ближе, да, что вы думаете на тему того, что предлагаемые решения, да, они не совсем вписываются вот в те постановки задач и в те ожидания и в те хотелки заказчиков вот в рамках тех процессов, которые они хотят там вот автоматизировать. Потому что DLP-система, она во многом там предлагает много фишечек, которые на самом деле заказчику вот пока еще не интересны, вот, но вы им все равно их предлагаете. Вот как вот этот процесс вы выруливаете? Хороший вопрос. Ну, у нас подход на самом деле очень простой. Мы в InfoWatch это компания продуктовая. То есть мы делаем решения, которые пилятся не под одного заказчика, а под многих сразу. И, соответственно, для того, чтобы сделать эту работу хорошо, мы постоянно с нашими клиентами общаемся. В том числе общается моя команда, там, product manager, которые пытаются выяснить, а что на самом деле хотел наш клиент. Потому что, ну, вот я просто пример из жизни приведу, приходит заказчик и говорит, а давайте мы с вами научимся блокировать модемы, радиомодемы, которые по USB подключаются. И задача на самом деле очень сложная. Нужно эти модемы научиться опознавать, пересчитать, какие они модели есть, потом все это в систему загрузить, потом постоянно апдейтить. Ну, какой-то огромный пласт работ здесь появляется. И ребята начинают спрашивать, ребята, а что вы хотите на самом деле? Они говорят, а мы хотим, чтобы у нас через вот эту, постороннюю сеть информацию не утащили. Они говорят, ну, у нас же уже это сделано, давайте просто научимся менять настройки системы в зависимости от того, к какой сети мы подключены. Ну, и, соответственно, когда мы хорошо понимаем задачу нашего клиента, мы можем предложить решение уже имеющимися средствами. То есть вот в девяти случаях с десяти это так. Важно, чтобы мы поняли, а что на самом деле хочет заказчик. Это усилие должно быть с двух сторон. Как со стороны заказчиков, так и со стороны вендора, который должен задавать правильные вопросы. Вот так отвечу. Максим, тогда я немножко усложню вопрос. Ну, предположим, клиент пришел с задачей. Мы хотим что-то сделать. Вы проводите анализ этой задачи, понимаете, что уровень зрелости компании не соответствует их хотелкам. Да, они не могут на своей платформе решить все задачи, которые они хотят решить. Насколько я понимаю, вы можете предложить какие-то решения, связанные, например, с аутсорсингом. Насколько часто такое приходит? Такое приходит, прямо скажу, нечасто. Заказчики редко бывают готовы к тому, чтобы даже часть аналитической работы внутри своих данных и своей чувствительной информации отдать на сторону. Постепенно все-таки эта ситуация меняется, то есть доверие растет, приходят. Но пока не часто. Мы развиваем это направление. Но тут уровень зрелости, он же в разных частях бизнеса тоже может быть разный. Иногда заказчик может решить задачу другим способом, и мы просто подсказываем, каким. Вот очень правильно, Степан, пример привел, когда заказчик, не полностью понимая функционал системы, доступную ему на самом деле, пытается принести туда еще функционал, а ему надо объяснить, что его задача решается чуть по-другому. Иногда задача заказчика действительно требует постоянного внимания, может быть даже не столько частого, сколько регулярного к каким-то вещам. Тогда мы предлагаем аутсорсинг, в том числе по каким-то очень частным. Ань, а как часто к вам приходят с вопросом аутсорсинга, и как вы решаете такие задачи? Ой, тема аутсорсинга сложная, но вот мы, компания, 11 лет занимаемся как раз аутсорсингом, тем не менее. Но в последней, опять же, эта тенденция буквально в настоящее время это все меняется. Почему меняется? Есть некоторые тренды, которые связаны, это вот на примере конкретных кейсов, с тем, что происходит в принципе на мировой арене. То есть чем больше мы поворачиваемся к западу не лицом, тем больше нам нужно импортозамещать. И импортозамещать не только инструменты, но и процессы. Поскольку на Западе уже облачные технологии используются давно и хорошо, есть такое отдельное понятие, как MSSP-формат, то есть управляемый сервис, когда ты передаешь на охранение, скажем, базу данных, по сути, данные определенной системы своей коммуникации внешнему провайдеру. Но поскольку уже западных использовать мы можем все меньше и меньше, Google, Amazon, нам нужны свои провайдеры, сервис-провайдеры. А когда уже об этом речь заходит, и уже такая фактически на уровне государства определяется потребность, уже все задумываются об этом. И, скажем, отдать на сторону, кого-то пустить, уже об этом задумывается гораздо меньше. Я немножко дополню на самом деле вот этот вопрос. Вот вы справедливо отмечаете, что приходит средний бизнес за аутсорсингом. Почему? Потому что, скорее всего, у них внутри нет очень хорошей экспертизы по eBay, и они пытаются откуда-то вот этот недостаток экспертизы восполнить. Конечно, очень хорошая практика взять это и за аутсорсить. Но по мере того, как ваши специалисты набирают экспертизу работы с инструментом, все более значимым становится ваше знание бизнес-процессов. То есть вот тонкая настройка системы DLP, понимание бизнес-процессов есть только у вас. И здесь аутсорсер уже помогает не очень сильно. Поэтому на стартовом этапе аутсорсинг – это всегда круто. Но обычно такая важная функция, как безопасность, остается в инхаус на более поздних этапах. Вы знаете, я как вот старый безопасник, я всегда очень с недоверием отношусь к аутсорсингу. И вот я все время пытаюсь людей попросить меня убедить на то, что это хорошо, это удобно, это безопасно. И пока вот, несмотря на то, что я сам пользовался одной, ну как в смысле компании, где я работал, пользовался аутсорсингом, мы все-таки потом безопасность перевели в инхаус. Но в связи с этим у меня вопрос к Ростелекому. У вас есть же огромные сервисы, огромные услуги, связанные с опять аутсорсингом. Меня всегда волнует вопрос. Степан говорил, что компаний огромное количество, компаний-заказчиков, они все разные. Удовлетворить требования каждой конкретной компании единым продуктом невозможно. То есть существует какой-то такой средний обобщенный удав, как раньше говорил Фазилин Искандер, есть обобщенный удав, который как бы отвечает всем требованиям, предъявляемым удавом. И вот такой же продукт предлагает аутсорсинг, ну там саларовский, любой аутсорсинг, они предлагают некого обобщенного удава. Насколько вообще эффективна такая штука, когда мы понимаем, что для, вот Степан об этом еще говорил, о том, что реальная работающая система требует тонкого тюнинга с учетом особенностей бизнес-процессов конкретной организации. А в принципе аутсорсинг такого предложить не могут. Они не могут всех своих сотрудников погрузить глубоко с пониманием особенностей процессов. Насколько тогда вообще эффективна такая история с аутсорсингом? Вообще измерять эффективность DLP, но мы к этому вопросу еще придем. это само по себе достаточно сложно. И, наверное, сложно поставить две очень похожие организации рядом и сравнить подход с аутсорсингом и вот с каким-то инхаусом таким. Там, наверное, речь идет скорее о том, насколько бизнес заказчика готов делиться своей информацией и насколько он готов активно и плотно работать с аналитиками аутсорсинговой компании вместе. То есть, если это требование не выполняется, получается некоторое внедрение для галочки. Оно действительно работает. То есть, оно позволяет решать, бить по площадям, решать какие-то задачи стандартного уровня. Но если то, что защищает заказчик, на самом деле находится глубже, если он защищает и одновременно не хочет делиться информацией о процессах, где вот эта информация циркулирует, тогда ничего не получится. Ну, то есть, ответ такой. Заказчик все-таки свои ресурсы человеческие и свою экспертизу все равно тратит на то, чтобы DLP работало эффективно. То есть, получается, что аутсорсинг все равно не решит задач, которые необходимо решать по защите от утечки. Ну, если говорить о предельной теоретической эффективности применения DLP, то, наверное, действительно свои безопасники и аналитики должны быть. Если говорить о применении DLP для решения определенных задач и на том уровне, которые отвечают целям заказчика, то здесь можно с аутсорсингом... Но, понимаете, все это требует очень хорошей подготовки того самого заказчика, который должен определить, что какой дорогой ему идти. Эдуард, ты хотел что-то сказать? Да, я по поводу как раз вот этой темы, которую сейчас подняли. Я просто хочу коллегам задать вопрос для понимания аутстав и инхаус. В чем для вас разница? Ну, сейчас звучит, что нельзя доверить данные, например, на аутсорс. На аутсорс отдать процессы компании, данные, которые они обрабатывают в системе. А мы можем это доверить людям инхаус. В чем разница? Человек может быть как личность один и тот же в обоих случаях? Это очень правильный вопрос. Это один из аргументов, которые мы как раз приводим заказчикам, когда говорим про аутсорс. Мы говорим, что нашим людям доверять можно и нужно, потому что от того, насколько они добросовестны, зависит их карьера и репутация. То есть они даже, вероятно, более осознанно подходят к своей деятельности, более ответственно к защите данных заказчика, потому что они своей репутацией отвечают. Репутация на нашем рынке... У тебя прям какое-то несогласие. Сергей? А сотрудник, который работает инхаус, для него репутация, получается, не важна, правильно? Она для него важна, но для него это менее осознанно. Есть для человека, скажем, сфера осознанного и сфера неосознанного. Когда человек работает, ну, как наемный работник, да, у него, ну, есть определенный процент людей, которые, ну, для которых такой спорт, сделать что-нибудь за пределами того, что можно, или за пределами того, что дозволено, и проверить, а что будет. С моей точки зрения, вероятно... По-моему, мы говорим о разных людях, да. Мы говорим о людях, которые работают в компании, да, и мы говорим о людях, которые работают на аутсорсинге. Это совершенно вот разный подход к ним с точки зрения и доверия, и там мотивации. Вот сейчас все Сергей там закончит свою мысль, и мы слово Ане передадим. Сергей. Если мы говорим именно об аутсорсинге, то нужно четко понимать то, что аутсорсинг такого класса инструментов, как DLP, делится на несколько частей. Первая часть – это внедрение, ну, приобретение, настройка, обучение персонала in-house, либо аутстаффингового, который будет находиться все-таки в офисе, ну, или в заказчике. Вот. А уже дальнейшая эксплуатация должна быть сотрудниками, и поддержка системы должна быть in-house, так как, ну, опять же, все зависит от задач, от задач, которые мы решаем с помощью данного инструмента. Если задачи перед этим инструментом ставятся, контроль и автоматизация механизмов профилей, так как поведенческого анализа пользователей, это одно. Если ставится задача тотальный контроль, то либо это очень богатая компания, которая in-house будет содержать людей, которые будут контролировать эти тысячи, ну, как тысячи событий и positive polls, это одно. Если все-таки мы доверяем своим сотрудникам, у нас нету zero trust к нашим сотрудникам, мы им доверяем и все-таки хорошо относимся, то это другая задача. Ну, то есть, нет ответа за или против аутсорсинга, в каждом конкретном случае надо сильно анализировать. Аня. Все зависит от задач. Да, это любимая дискуссия, поскольку, да, опять же, я этим занимаюсь. Ну, я как юрист всегда перевожу в юридическую плоскость, а в юридической плоскости все выглядит несколько проще. Сотрудник, так называемый in-house, это сотрудник, с которым мы заключим трудовой договор, и не более того. Максимум, он подпишет так называемый отдельный NDA, в котором подпишется, поставит подпись под тем, что он не будет разглашать данные компании. Все. Почему у нас таким образом создается какая-то мифическая, может быть, уверенность, что этот сотрудник, просто потому, что мы его наняли в Штат и заключили с ним трудовой договор, будет как-то более добросовестно, более ответственно осознавать, что это вот информация компании, в которой он работает, и никогда в жизни не допустит мысли, что он может ею как-то воспользоваться. Поэтому это, наверное, вот на этом вопросе обычно, ну, может быть, заканчивается даже дискуссия. Но другой аспект состоит в том, что аутсорсинг тоже, он уже теперь разноуровневый. Мы говорим о том, что может быть расширенная техническая поддержка. Мы можем говорить о том, что это некий аутстав, когда мы даем, в зависимости от потребности заказчика, ему человека на сопровождении системы или решение какой-то конкретной задачи по расследованию инцидента, например. Это будет, по сути, вот деятельность, напоминать, которую осуществляет много лет компания группа IB. Это будет в то же самое абсолютно, некая криминалистика. Это может быть периодический аудит настроек, когда заказчик приглашает не только проверить, а правильно ли у него написан пакет документов в столе, а правильно ли у него работает система, правила настроены в системе, фильтры и так далее. Очень много возможностей, гибкости и так далее. И все это, по сути, можно назвать аутсорсинг. И совершенно правильно коллеги заметили, когда на внедрение приходит вендор или интегратор, он уже сразу получает доступ, сразу же получает доступ к данным клиента. Он его даже получает в рамках пилота решения. Вот почему этот аспект как-то упускают, когда слышат слово аутсорсинг. Я думаю, что это какой-то некий психологический, на самом деле, аспект. Юридически, а в конце концов важно именно юридически, об этом можно, скажем, задуматься и понять, что на самом деле все далеко не так просто. Ну вот я смотрю, Эдуард уже взялся с готовностью за микрофон и что-то хочет добавить. Да, я, Аня, хочу дополнить, чтобы заказчики обратили внимание как раз вот на тот момент, что юридически для бизнеса аутсорс – это в итоге деньги, если происходит инцидент. Винхаус – это всего лишь, ну, наверное, наказание сотрудника и для бизнеса это ноль, выгоды ноль. На самом деле, это, наверное, даже затраты на юридическую составляющую еще какие-то вещи. А вот с аутсорсом совсем другая история. Это деньги, это монетизация всегда. Я дополню. Я на самом деле предвосхитил вопрос, да, почему я с осторожностью отношусь вообще к аутсорсингу в области безопасности, а кто будет нести ответственность, в том числе материальную, да, если все-таки произойдет инцидент, да, и будет установлено, что аутсорсинговая команда, которая работает, да, она что-то вот просмотрела, да, в результате произошла какая-то утечка, которая нанесла реальный ущерб компании. Степан, ты хочешь сказать, как вы можете этот ущерб восполнить? Я могу сказать о том, что, ну, мир меняется на самом деле. И здесь и сейчас, мы в частности в InfoVache разрабатываем технологии, которые позволяют делать систему, делать настройку системы, при которой специалист не заглядывает в документы, для которых он эту систему настраивает. То есть это все скрыто от человека, работает чисто машиной, на выходе у вас готовые настройки по документам, которые настраивающий даже не видит. Мне кажется, это в принципе исключает вот риск утечки со стороны аутсорсера. Ну, если она настолько разумная, эта система, то тогда вообще в чем идея аутсорсинга? То, что я не покупаю эту машину, просто какой-то сервак средней производительности, который будет там молотить все, что вот ему там... Ну, вы же покупаете не только вот возможность систему настроить, да? Вам консультант или аутсорсер всегда может помочь с бизнес-процессами, с правильной организацией хранения информации, с составлением реестра вот этой конфиденциальной информации. Кучу-кучу полезных вещей он для вас может сделать. Как это отличается, скажем, от технической поддержки или там расширенной технической поддержки? Ну, техническая поддержка не раскроет вам детали ваших бизнес-процессов, если вы имеете в виду техподдержку вендора. Вендор вам решит технические проблемы, там синий экран, о котором мы сегодня там много дискутировали. А рассказать вам, как правильно хранить документы, как их разложить, как вести реестр, как юридически все это организовать, ну вот здесь, мне кажется, аутсорсер был бы очень полезен. Опять же, можно его допустить, он документов ваших не увидит. Я бы тогда просто обратился в компанию Softline, группу компаний с просьбой выступить в роли интегратора этого решения и отработать все эти процессы. Это разовая история. Отработать процессы, научить людей и потом обеспечить просто нормальную интеграторскую, вендорскую, техническую поддержку. Так в чем же смысл тогда передачи на аутсорсинг? Это вопрос ко мне? Вязался, продолжай. Окей, окей, хорошо. Здесь, опять же, если у вас нет опыта работы с инструментом, техподдержка вам не расскажет, как эффективно использовать. Аутсорсер может, наверняка они уже этот инструмент использовали ни у одного клиента, у нескольких. и можно перенимать у них опыт, постепенно переходя в инхаус, если вы сочтете это нужным. Кто-то считает, нужно пойти в инхаус, кто-то говорит, да, мне и соцсорсером нормально. Я бы добавил еще, что есть банальный фактор нехватки рук, который в нашей отрасли чрезвычайно важен. К сожалению, очень преобладающее, скажем так, большинство наших заказчиков не может справляться с поставленными задачами, если их решать вот в лоб. Это решается в том числе аутсорсингом, аутсорсингом отдельных задач, например, постоянного улучшения политики и приведения ее к требованиям бизнеса, актуализации ее и одновременно с уменьшением процента ложноположительных срабатываний. У заказчика, как правило, нет такого, скажем, ни опыта, не времени этим заниматься, но если идти дальше, там вообще возникают такие задачи, как Аня очень справедливо упомянула, расследования, которые бывают время от времени, и на это ресурсов у заказчика нет абсолютно точно, потому что текущие процессы и задачи с безопасников никто не снимает. Они могут усиливаться на какие-то короткие промежутки времени, либо приобретая некоторые регулярные пакеты услуг. Ну, коллеги, это, в общем, совершенно нормальный СЛА, и опять же, это не аутсорсинговая СЛА, это, ну, там, поддержка расширена, или там определить в СЛА конкретный случай, когда необходим сотрудник, который приедет и поможет. мы проводим границу между аутсорсингом и технической поддержкой примерно в том месте, где заканчивается обычная регламентная техническая деятельность и реагирование на технические инциденты. То есть там, где начинается работа с творческой составляющей, это уже не регулярная стандартная техническая поддержка, это уже скорее аутсорсинг. Мы сейчас говорили про аутсорсинг, да, и все время упирались в проблему оценку эффективности вообще работы DLP-системы. Вот если она там работает, значит, как-то вот, значит, надо там обучать своих людей, переходить на инхаус, или наоборот, вот она настолько хорошо на аутсорсинге работает, что пусть она там продолжает так работать, мы просто еще и СЛА там по аутсорсингу там расширим, углубим. Сергей, вот что ты скажешь вообще по поводу оценки эффективности вообще? Вообще в безопасности есть эффективность и в DLP-решениях в частности? Ну, так как мы сейчас на DLP-форуме, мы касаемся именно эффективности DLP-решения, да, и тут вопрос какой, все зависит от того, какие задачи данный инструмент решает ваша компания. Это в случае, если это контроль за утечками информации, будут одни KPI, в случае, если это поведенческий анализ за пользователями, это другие KPI, потому что в случае утечки информации, это вопрос к информационной безопасности, в случае поведенческого анализа, это уже вопрос передачи скомбинированной этой информацией уже фактически HR-ом поведенческого анализа пользователя. мы понимаем, эти две задачи решаются любыми DLP-системами, но просто эти задачи, вот задачи по поведенческому анализу, как я и говорил ранее, она находится сейчас еще в зачаточном состоянии. Попробую немножко по-другому сформулировать. Вот смотрите, участковый фиксировал за полгода работы, условно говоря, 10 правонарушений в неделю. Да, это был какой-то такой средний уровень. потом вдруг раз одно-два, одно-два, одно-два. Он искоренил у себя в районе или он просто перестал обращать на них внимание? Ну, если мы будем говорить о участковых, там, как мы все знаем, существует палочная система и аналогичный период прошлого года, который к хорошим результатам не приводит. Главное, чтобы каждый год что-то увеличилось. Тут, опять же, вопрос от потребности бизнеса. Что требует бизнес, так и строится информационная безопасность и использование инструмента. Мы же не будем забивать гвозди с помощью микроскопа. Мы будем выбирать и инструмент, и способ его использования под те задачи, которые у каждого бизнеса будет потребность. То есть, в случае NVIDIA это одна задача. В случае тех же вендоров, которые тоже используют системы DLP, но для своих задач. И у них свой KPI будет. В случае интеграторов тоже используют системы DLP, и у них будет свои KPI для этого решения. Игорь, раз тут сказали, что NVIDIA и задачи, вы-то как оцениваете эффективность этих систем? Я нахожусь на форуме DLP, я эти слова повторюсь, вот Сергей, что для меня DLP это Data Loss Prevention. Это то, что завтра в новостях не появилась статья о том, что утекли какие-то данные с компанией видео. Для меня это показатель работы DLP. Все остальное, мне кажется, вот компания InfoWatch идет правильным путем, когда они модули различные вытаскивают из своей системы. Сейчас все российские вендоры настроили, мне кажется, такой огромной махины и наставляли туда различного функционала, чтобы, наверное, конкурировать с партнерами, конкурировать на рынке. И они идут сейчас тем путем, что они, наоборот, обратно отделяют, то есть то, что DLP это все-таки именно защита, это не опубликация и не образование в общем доступе документов, которые бизнес там бы не хотел видеть. Все остальное но я считаю, что это вторично и, ну, мне кажется, это мало имеет отношения именно к формулировке DLP в классическом виде. Ну, то есть, если утечки данных не было, она работает? Да. А если с этими данными, которые там представляют собой определенную ценность до тех пор, пока неизвестны третьим лицам, с ними просто никто не работал? Да, просто они вот там где-то лежат себе и лежат, их никто не смотрел, не трогал, не преобразовывал, не копировал. DLP система работает в этот случай? Она как-то показывает свою эффективность? Да. То есть, если утечек нет по любым причинам, то система эффективна. Ну да, это же процессная часть здесь, сложно отделить две эти вещи, никто не пытался и пытался и не смог. Ну, если утечки не произошло, значит, эффективно работает как сама система, так и процессная часть, встроенная в компании. Ну, то есть, если никто не пытался, это значит, она хорошо работает? Или, может, никому не надо? Это уже вот к процессам относится, да. Немного хочу от себя добавить, но дело в том, что присутствие системы DLP это что-то вроде ну, такого security, который ходит за сотрудником. Понятное дело, что если этого security нет, сотрудник может там, ну, чуть более вольно себя вести. А если он знает, что здесь есть кто-то, кто наблюдает, то вот 80% людей, да, там, они ввязываться во всякие сомнительные схемы просто не будут. Поэтому, даже если система там не очень хорошо настроена, может быть, там какие-то дыры есть, она неаккуратна, но если люди знают о том, что система DLP стоит, желание безобразничать вниз, вот это на эффективность. Ну, то есть, достаточно просто поставить систему и за ней не следить, просто сам факт ее наличия будет дисциплинировать сотрудника. До какой-то степени, да, пока они не заметят, что она там, может быть, не работает. Понятно, я говорю, что систему все-таки надо настраивать. Так, Сергей, ты что-то опять вот взялся за микрофон. Ну, тут вопрос такой, то, что, как говорили на пленарном заседании, когда внедряется DLP и оно открыто говорит, что оно используется, то это повышает токсичность внутри компании. Ну, это факт. Я думаю, если вы придете к своим разработчикам и скажете, что у них на всех рабочих станциях стоит DLP, они негативно будут работать, ну, их КПД повнесить. Не так ли? Я не соглашусь с этой позицией. У нас в компании DLP используется, используется открыто, все о нем знают, никто о нем не огорчается. Опять же, вопрос, как вы все это подаете. Если вы говорите, что тут DLP за вами с дубинкой, значит, ходит, да, и там в случае чего по пальцам вас стукнет, это одно. А другое дело, когда вы это позиционируете, как, ну, во-первых, ну, мы тут тестируем собственный продукт, да, собака должна есть корм, то есть eat your own dog food, как говорил Билл Гейтс. Это одна история. Вторая история, когда мы говорим, здесь DLP стоит просто для осторожности, потому что мы знаем, что вы не злоумышленники, вы можете сделать что-то неаккуратно по невнимательности. И здесь мы тебе подскажем, что ай-яй-яй, а вот это делать не стоило. Это вопрос позиционирования. Вопрос такой, у разработчиков она стоит в режиме мониторинга или в режиме проактивном? Где как? Ну, опять же, мы тестируем все режимы нашей системы, поэтому где как? Ну, где как, это потому что вы ее тестируете? Или она стоит как инструмент оценки работы сотрудника? У нас есть команда безопасности, которая, ну, у них есть политики безопасности, есть цели, задачи, они в соответствии с этими целями и задачами выбирают группы, где в одном режиме работает, где в другом. Еще раз повторю, мы внутри себя продукт используем по назначению, а не просто так, чтобы стоял жужжал. Сирвич, подожди. Эдвард, а вот скажи, пожалуйста, слово токсичность и безопасность, вот совмещение этих слов, оно не вызывает внутреннего какого-то такого диссонанса? нет, все зависит от команды как себя позиционирует внутри компании, когда я работал в нескольких компаниях, до этого я видел, как по-разному люди реагируют на слово информационную безопасность, кто-то думает, что это милиционеры, которые сняли форму и сейчас они за всем поставили микрофон под стул, камеру сзади и в принципе сами стоят и в затылок дышат и смотрят, чем вы занимаетесь. В других компаниях eBay это как помощник, который помогает всего лишь не допустить ошибки, которые могут потом плачевно вылиться как для самого сотрудника, так и для самой компании. Второй вариант, мне кажется, более приемлемый, надо к нему стремиться всем информационной безопасности, всем коллективам, рекламировать себя, показывать, что мы все-таки не такие страшные и наоборот помогаем и бизнесу и сотрудникам. Нет в этом какой-то мягкотелости такой. Нет, мы же инструмент для того, чтобы зарабатывать деньги, мы не инструмент, чтобы наказать. Безопасность все-таки это инструмент контроля, не допущения нарушений. Для бизнеса это все-таки средство зарабатывания денег. Или сбережения их. Монетизация может быть разная, все что угодно можно превратить в деньги и для людей, которые зарабатывают деньги, для них любая мелочь, которая нам даже как информационной безопасности может казаться всего лишь какой-то ерундой. Для них это серьезная вещь. Они хотят, например, чтобы она была защищена или еще что-то. Поэтому здесь я считаю, что информационная безопасность, во-первых, должна выступать помощником для людей, которые достигают какой-то цели. Аня, ты как-то ушла в себя. Два вопроса сейчас. Что такое эффективность DLP-решений или процессов DLP и сочетание слов безопасность и токсичность. На самом деле это очень связанные вещи из нашего разговора, я так понимаю. Что ты по этому поводу скажешь, как матерый интегратор? Да, с токсичностью, конечно, приходится встречаться, но тоже были разные примеры, разные кейсы. В компаниях, например, где мы внедряли систему заказчиках, какое-то отторжение, оно естественно всегда будет встречаться. Допустим, выявляются инциденты и нарушителю подсвечивается, что он нарушил и он вступает уже сразу в некоторую такую позу, в оппозицию. Уже сразу и потом дальше по компании распространяется это и уже к безопасности относится соответствующим образом. Но на самом деле и в таких компаниях мы, поскольку подразумевается аутсорсинг это долгосрочные контракты, где можно в разрезе времени посмотреть, а что происходило дальше, постепенно к этому привыкают. И сотрудник, нарушитель таких кейсов море, они есть каждый день. Когда сотрудник сотрудника, собственно говоря, позиционер, он был выявлен как нарушитель, с ним проведена была беседа и так далее, и он ушел с ощущением того, что вот, копаются в моих данных и так далее, на компьютере, да что это такое, возвращаясь к глобальной проблеме этой дискуссионной поэтики. Спустя какое-то время этот сотрудник возвращается, потому что он в своей голове проанализировал следующее. Так, раз они видят, что у меня происходит на компьютере, читают мою почту, так, а я потерял кусок своего почтового ящика, а где мне его взять? Вот, они мне и помогут его найти. Это происходит просто постоянно. У нас компания тоже используется, естественно, да, мы, у нас есть собственная безопасность, и мы обязаны ее обеспечивать. И у нас именно происходит так. Даже те люди, которые пришли и говорят о том, что, мы же сами безопасенники, что за нами, да, мы же все понимаем, они тоже со временем пришли к тому, что в этом есть очень много позитивного, и в этом как раз есть та самая помощь, о которой говорит Эдуард, и мы в этом очень сильно совпадаем в этих точках зрения, что главное, что компания должна сохранять. Мы говорим, что DLP-система это не допущение не утечек в конце концов, а не допущение потери прибыли, потери репутации на рынке, конкурентного преимущества. Поэтому все те службы, включая ИБ, которые к этому процессу, так скажем, в этот процесс вовлечены, они в конце концов именно должны и сами себя позиционировать, и топ-менеджментом рассматриваться как помощники, а не как некое противостояние. Они могут делиться экспертным мнением и сказать, и тоже мы работали с такой безопасностью, которая серьезная, приходит, говорит, нет, вы не понимаете, топ-менеджер, дайте я вам объясню, и доносит какую-то свою точку зрения, но это все равно в разрезе помощи и в разрезе всегда двустороннего взаимодействия. Поэтому оцените эффективность системы, если к этому вернусь, к первому вопросу, я на второй ответила. Это может быть действительно количественно, как уже было сказано, произошла утечка, данные ушли в сеть, и компания понимает, что ушли за активы, и может финансовую, так скажем, в цифру перевести, какая потеря от этого произошла. Либо это если мы используем, допустим, классическую систему, там, по типу западных, да, западную систему, которая видит только преднастроенный трафик. Если мы говорим об отечественных и вот об этих тех самых расширенных задачах, которые есть, то там можно оценивать и качественно, и так оно оценивается. Мы всегда, мы выявили столько-то сотрудников, не столько-то сотрудников, а мы выявляем сотрудников нелояльных, мы всегда видим, а кто собирается увольняться, мы можем выявить какие-то косяки у сотрудников. Это будет уже оцениваться качественно, потому что система, в том числе, как инструмент, нам помогла, нам экономической безопасности, внутренней, достичь этой цели. Вот, наверное, так. Вот смотрите, мы сейчас, на мой взгляд, первый раз услышали какие-то конкретные количественные показатели, которые реально могут говорить о соответствии DLP-системе тем целям, ради которых она, собственно, формируется. У нас как-то Максим ушел немножко в себя, вот, а я хочу ему задать вопрос. Вот, раз мы говорим о том, что все-таки существуют какие-то количественные показатели, которые могут быть приведены как оценка качества или эффективности функционирования DLP-системы. А что вы предлагаете своим клиентам, когда вот говорить о том, что мы вам предлагаем систему, она будет вам очень хорошо следить и очень хорошо будет определяться по показателям нашей системы. Мы предлагаем посчитать с точки зрения бизнеса сколько стоят активы информационные. Это задача сложная, то есть ее нельзя, наверное, решить разумными затратами со стопроцентным покрытием. Но можно выбрать некоторый топ, там, N в зависимости от бизнеса тех элементов чувствительной информации, которая защищается и оценить хотя бы экспертно вероятность наступления события утечки и стоимость сколько для бизнеса будет стоить такая утечка. Перемножив одно на другое получаем там некоторую оценку совокупной стоимости ущерба за какой-то интервал времени. Понятно, что там плюс-минус можно ошибиться, но общий порядок цифр, который, ну, как правило, превосходит стоимость владения DLP, показать владельцам бизнеса можно. Кроме того, есть такие потери, как репутационные, которые в деньгах очень сложно выразимы, там, для акционерных всяких историй можно, конечно, прикинуть, насколько акции просядут, но это тоже не отражает. Это только косвенно отражает возможные потери прибыльности в будущем. Но репутация для собственников, как правило, стоит гораздо дороже, чем там какие-то там бюджеты, поэтому они готовы платить за это очень много, самое главное показать, какие репутационные потери могут быть. Вот понятно, что такие переговоры проводятся, в общем-то, внутри компании без привлечения нас непосредственно, это очень чувствительная тема, когда владелец бизнеса говорит со своими подчиненными, он там третью сторону, наверное, редко зовет, но там дать вот эти вот аргументы и общую канву заказчику помочь нарисовать, мы таким образом можем. Вот, ну и всегда подчеркиваем то, что это история страховая, то есть DLP это фактически страховой полис, который позволяет компенсировать те потери, о которых возможно мы и не узнаем, но в то же время он не гарантирует, что эти страховые события наступят или не наступят, это не область скажем ответственности DLP системы предотвращает саму возможность нарушения, но как коллеги справедливо указали, в общем, я со Степаном согласен, что само внедрение DLP системы, даже если о нем не афишируют, уже понижает риски, ну это чисто психологический техник. Меня здесь немножко цепануло, царапнуло, страховая, своеобразное страхование, страхование подразумевает возмещение ущерба, означает ли это, что те, кто там внедряет эту систему, там, вендор, интегратор, или тот, кто эксплуатирует, в состоянии будет возместить ущерб, который компания понесет в результате там, вот я не знаю, там, утечки информации? В нашем случае это предотвращение ущерба, то есть, в чем тогда смысл вот слова страхования в данном случае? Тут примерно одно и то же. Если вы не понесли убыток, это можно рассматривать как своего рода доход. Сергей, вот я прям вижу прям такое несогласие внутреннее, прям совсем несогласие. Вендорам задам вопрос. Смотрите, стоит ваша система, экран, на экран вводится определенная информация, фотографируется, отправляется конкурентом. Что вы делаете? Ну, система же стоит. на фотографиях и на некоторых системах есть еще такое предупреждение о том, что система находится под контролем. Даже вот этот случай технически в принципе решаемый, хотя достаточно сложно решаемый. Сразу скажу, что конкретно случай фотографирования экрана не является зоной, где DLP эффективно, это понятно. и сразу скажу, что действительно знание о том, что применяется DLP может провоцировать не чистых на руку работников использовать методы, которые, по их мнению, явно DLP не поймают. Но тем не менее это работает в обе стороны. Безопасники тоже понимают, что у них вероятность подобного рода нарушений повышается. И в этом случае даже усиление контроля через камеры видеонаблюдения тоже может помочь. Но опять же, все зависит от того, как выявляется вот этот факт нарушения. Подобные факты нарушения могут в принципе быть никогда не выявлены, соответственно, их оценить будет невозможно. Поэтому не находясь в зоне контроля, они по сути и не влияют на... Получается такой снежный ком. Для того, чтобы закрыть одну проблему, мы пытаемся закрыть другую, третью, четвертую, надо эти, пятое, шестые средства, там, видео, фотографии, экраны и так далее. Сергей, продолжай. У тебя вопрос еще был? Да, 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 еще один вопрос. Да, да, да. Ну, 2020 год нам показал, что мы все работаем на удаленке и один из инструментов, которым мы начали активно пользоваться, это мобильный телефон или планшет. Потому что фактически для большинства руководителей и большинства сотрудников это основной был инструмент для решения бизнес-задач. это вопрос как раз к производителям и к Анне. Как вы решали этот вопрос? Тут есть специальные системы класса МДМ, которые, ну, собственно, мы их не производим, мы их можем рекомендовать, то есть, если заказчику нужно закрыть вот этот участок, мы можем порекомендовать конкретные решения. Они, ну, тоже имеют свои недостатки, но в целом задачу решают. Если стоит задача, например, раздать работникам планшеты и создать в них такой вот мобильный защищенный периметр, МДМ с этим справляется. Если стоит задача на каждый телефон каждого человека и там на каждый домашний компьютер обеспечить возможность его использовать как рабочее место, ну, это посложнее. То есть, чтобы за это взяться, нужно пошли лиспицы. Спасибо. Степан, ты вроде бы в бой рвешься, да? Да, мне есть на самом деле что сказать. И сначала хочу сделать шаг назад и ответить на вопрос, а я возьму и сфотографирую экран, и вот у меня утечка. Но здесь я отвечу следующим образом. ДЛП-система, это понятно, у нее возможности не безграничны, но тем не менее. Во-первых, есть технологии, которые умеют фиксировать попытку фотографирования, да? Это работает. Лично пробовал, меня ловили за руку, но не у меня в компании при тестах. Вот. Это первая история. Вторая история. Мы, устанавливая ДЛП, можем сделать следующее заявление. Да, конечно, ты можешь сфотографировать этот экран, но мы потом по этому изображению установим, что это именно ты сфотографировал. Именно под твоей учетной записью выводилась эта информация, которая здесь сфотографирована. Это вторая история. И третья часть, это вот ответ по поводу удаленки. Ответ будет следующим. Вот мы в Инфоочи немножко консервативны и даже для удаленки всегда рекомендуем использовать корпоративное оборудование, программное обеспечение для того, чтобы оставлять вот этот маленький кусочек корпоративный под своим контролем. Вторая история, вот если мы говорим о коммуникациях, это мессенджеры. Тот же MS Teams является облачным, интегрируется с DLP, контролируется, перехватывается. Не введите во всяких WhatsApp, Telegram рабочую переписку, пользуйтесь корпоративными средствами, тогда все будет хорошо. Мы сейчас поговорили об эффективности собственных DLP-систем, мы поговорили про аутсорсинг, мы поговорили про то, как ее оценивать, мы поговорили о том, как ставить задачи. Но DLP-системы, они все работают внутри неких бизнес-процессов. Если мы говорим о том, что мы можем защищать данные, которые внутри этих процессов крутятся, мы можем защищать информацию, мы можем защищать людей от случайных телодвижений, можем ли мы говорить, что DLP защищает в том числе и сами бизнес-процессы? Коллеги, Сергей, ну раз уж у тебя центр, а вот... Да, возвращаясь к тому, о чем я и говорил, уже и говорю на нашем круглом столе, тут вот анализ бизнес-процессов без поведенческого анализа и без предъективных методов, он невозможен, потому что тут основная задача это анализ того, что происходит в вашей системе. Без укладывания в ваш инструмент необходимых методов анализа событий в системе и того, что происходит, этого не сделать. Это как раз тот инструмент, которого мы все ждем, как заказчики от наших достаточно мощных производителей в России, это именно механизм поведенческого анализа, нормальный механизм, который будет работать. Отвечу на этот вопрос со стороны вендора, да, вот я очень люблю повторять эту фразу, что компания InfoWatch растет вместе со своими клиентами, и у нас есть вот самые догадливые заказчики, которые стали применять систему ДЛП не только в контексте защиты информации, но еще и для принятия управленческих решений. Во-первых, построение кадрового резерва, выявление лидеров теневых, которые на самом деле управляют ситуацией. И в этом смысле мы видим свою задачу в расширении возможности применения системы вот таким образом. И здесь опять же, Сергей несколько раз сегодня нам сказал, что вот, никто не сделал нормальный поведенческий анализ. У меня есть некое возражение. В конце концов, безопасность она не в ДЛП и там поддержка бизнес-процессов и защиты она не в ДЛП. Она где-то в головах у безопасников, которые пользуются этим инструментом. И когда вы, глядя на коммуникационные потоки в компании, можете понять, что а, Сидоров у меня серый кардинал, это понятно, Иванов занимает высокую должность, он на самом деле ничего не решает и так далее. Вот здесь у вас возникает понимание, что у вас на самом деле происходит, где ваши слабые места и где ваши сильные места. Ну, здесь прозвучало, что безопасность в голове, да, то есть объективно ее не существует. Тогда как можно говорить о каких-то оценках, вообще необходимости внедрения там ДЛП-систем, если это все равно все в головах, может тогда просто к психиатру, а не к вендеру? Я, может быть, там немножко погорячился сейчас, но касаясь оценок, да, оценки, конечно, можно и нужно делать. Вот очень неплохую методику предложили, предложил Максим, да, и действительно можно пересчитать активы, с этого начинается безопасность и их оценить, да, вот они ваши показатели. Есть очень хорошая методика со стороны Сергея, которая говорит, а обозначить причину, по которой вы внедряете, вот, и если вы эту причину ну, реализуете, достигаете цели, которые себе поставили, да, то вот ваш КПИ, ну, например, некоторые просто хотят отбиться от регулятора, от его требования, что у вас должна быть ДЛП в таком-то объеме функциональности. Вот есть, вот зачет, вот эффективно. Стоило столько-то. Эдуард, вот смотри, ты много раз уже говорил о том, что оценивать систему надо там с точки зрения выполнения задач бизнеса, да, то есть говорить об эффективности там защиты бизнес-процессов, это в том числе говорить о внедрении системы, то есть вы можете говорить, что внедрение ДЛП-систем обеспечит безопасность ваших процессов. Каким образом вы делаете эту вообще связку? Можно конкретнее, что вы имеете в виду по бизнес-процессу? Я имею в виду, что как вы связываете то, что вот вы внедрили систему, она работает очень хорошо, и вы защитили те самые процессы, которые, те данные, те процессы, которые вам ставило руководство там владельцы бизнеса. То есть у вас есть бизнес, да, который выполняет какие-то там свои функции. И вы говорите, что благодаря именно правильной организованной ДЛП-системе он может выполнять свои функции. Что если бы там не было этой системы, бизнес-процессы были бы менее защищенные. И вопрос в том, как мы это оцениваем? Ну, то есть выполняем мы эту функцию или нет? Да. Ну, вернемся там к тем же самым, наверное, утечкам. И я подробности не хотел, то есть я мог бы это рассказать на живых примерах, но, наверное, не имею права разглашать такую информацию. Вот как-то ее переложить на что-то. В общем, если нет инцидентов, нерешенных информационной безопасности, значит, работает эффективно связка системы плюс процессы. Ну, окей. То есть, если бизнес не вспоминает о вас, значит, вы работаете хорошо. Это самый главный показатель как для IT, так и для eBay, я считаю. Коллеги, вот такой вопрос. Мы все время говорили, что вот она эффективно работает, эффективно работает. А были ли в вашей практике случаи, когда как раз неэффективная работа DLP-системы способствовала ее там развитию, улучшению выхода на рынок? Ну, то есть, иначе говоря, были какие-то провалы, которые, наоборот, помогали вам развивать ваши системы? Аня, были такие опыты? Да, конечно, все всегда зависит, на самом деле, и все эти проблемы, они зачастую тянутся от внедрения системы, с первоначальной настройки. Когда пришел вендор, например, наши уважаемые вендора, внедрили систему заказчику, прошло какое-то время. В системе остались некие, скажем, базовые политики. Что такое базовые политики? В них абсолютно нет ничего плохого. они нацелены, скажем, на какие-то некие универсальные вещи, которые считаются, что не должны быть отправлены, допустим, вовне, то есть, составлять, по сути, утечку. Чаще всего это персональные данные, какие-то паспортные и так далее, фотографии или данные наиболее типовых документов физических лиц и так далее. Потому что все понимают, что это самое главное. То есть, на этом можно уже выявить энное количество инцидентов. Например, остаются зачастую на этом уровне. Но либо такие инциденты могут закончиться, либо уже чаще всего будет так, что трафик идет, компания развивается, в компании что-то происходит, компания развивает свой бизнес и так далее. И абсолютно точно меняется информация, эволюционирует, допустим, информация, которая в компании должна быть, скажем, защищаемой. Это вот именно те самые интересы бизнеса, про которые мы сегодня, к счастью, так много говорим. А в системе этого нет. В системе это никто не объяснил. Возвращаясь к правильной, конечно, идее Сергея о том, что система должна работать без человека. Таким абсолютно искусственным интеллектом обладать. Но пока не обладает, пока в ДЛП-система некие такие технологии только внедряются, этого нет. И все равно ее нужно первоначально настраивать, ее нужно постоянно тюнинговать, постоянно смотреть актуальная ли настройка, смотреть, что там есть с точки зрения фальш-позитива. И, наверное, поэтому мы к вопросу ресурсов возвращались, и к аутсорсингу, и к оценке эффективности и так далее. Вот от этого начинаются все проблемы. Мы зачастую попадаем именно в тех заказчиков, у которых система либо стояла в выключенном состоянии, либо она была не выключена, но она была полностью неработоспособна. Либо она была практически пуста. И на такие, и на такие категории у меня есть прямо в голове конкретные примеры. К сожалению, это так. А как тогда можно оценить эффективность? Конечно, в любом из этих случаев система будет являться неэффективной уже сразу. Конечно. То есть нужно пересматривать процессы так или иначе безопасности, процессы отношения к защищаемой информации, что мы хотим защищать, например, о чем говорит сегодня Эдуард. там есть понимание в компании, что хотим защищать. Поэтому мы не смотрим на сотрудников, но у нас есть понимание активов, которые мы должны защищать, которые нам назвал бизнес и которые мы защищаем ради бизнеса. Я, наверное, в нашей дискуссии сейчас задам уже завершающий вопрос и задам его Степану. И звучит он будет примерно вот так. Смотрите, success story это хорошо, но ведь наверняка были какие-то камни, которые вы спотыкались, но которые являлись потом трамплинами для дальнейшего развития. Что-нибудь вот такие примеры у вас есть? Да, безусловно, это связано с недавней пандемией, когда случились те самые мессенджеры, которых стало очень много и, как вы знаете, технологии перехвата DLP, они работают на агенте, они обычно заточены под определенные приложения. Если ты не знаешь приложения, то ты его не перехватываешь, ты не защищаешь своего клиента. И здесь, собственно, мы столкнулись просто с технологическим взрывом этих вот мессенджеров, коммуникаторов и со своей стороны это нас подтолкнуло к созданию универсальной технологии, которую мы называем Application Monitor. И она позволяет достаточно быстро захватывать новое незнакомое приложение. В том числе один из наших заказчиков просто в течение четырех часов защитил документооборот в своей системе электронного документооборота. подводя итоги, я хотел бы услышать «да» или «нет» от Эдуарда и Сергея. Ожидания и реальность совпали или нет? Ну, Сергей. У меня есть такая любимая фраза «разочарование» это неправильное планирование. Поэтому, когда мы что-то внедряем, мы четко планируем. Поэтому у нас все хорошо. Отлично. Я соглашусь, здесь от этого и зависит. Неправильно спланировал, разочаровался. Все правильно. Все получилось. Все отлично. Я уже формулирую, что называется, завершающую ноту. Коллеги, хотите получить успешную работающую DLP-систему, поймите, зачем она вам нужна и спланируйте то, как вы ее будете внедрять. Спасибо. Спасибо.